В мае мы снимали ролик про стартап в области работостроения, который находится в раунде сбора инвестиций через новый механизм – токенизацию. Я недавно разговаривал с основателем проекта Андреаса, и он говорит, что фандрейзинг стартует уже через несколько недель. Более того, Advanced Robotics привезли работающий терминал в Вену, и у меня будет возможность посмотреть на него и пообщаться с Андреасом. Здравствуйте, меня зовут Антон Якулев, и сегодня мы продолжим рассматривать проекты в области токенизации и выяснить, можно ли на этом заработать. Вот, собственно, сам терминал. Сейчас мы с ним и познакомимся, поработаем, и прямо через него позвоним Андреасу. Здесь сверху камера, снизу микрофоны, определяет мою позицию, два динамика. Сейчас терминал стоит для мебельного магазина, написано WebExpert, это крупнейший магазин в Румынии, и они подготовили все на румынском языке, но для презентации сделали немного на немецком, мы с ним поговорим. Шлафс офис. Лиги с офис. Лиги с офис. Экбанк. Экбанк. Выбираем. В качестве консультанта у нас сегодня Андреас. Привет, Андреас. Привет, Антон. Мы сейчас видим друг друга? Хорошо? Хорошо. Хорошо, что тебя встретили, Андреас. Хорошо встретиться. Хорошо, что тебя встретили. И так далее. Хорошо. Хорошо. И так далее. Все, мы сделаем дорогу. Пришли в интернете в компании Вореке. Мы подправляем старше на контракте. Мы связываем внимание с проектом. Какой-то из-за проект. Какой-то из-за проекта интернета. Мы обозрали компании лезвие. Таким образом, этот терминал может работать в гостях, мы видим, в мобильных фабриках, в мобильных магазинах, в мобильных магазинах, и все другие виды работы, когда можно, в основном, заменить человеческий человек с дигитальным работодателем. И что новое в мобильных магазинах? У вас есть какие-либо улучшения на техническом базе? На техническом базе мы имеем новые периферии, мы интегрировали в ПОС, вы можете заработать деньги на Apple Pay и на Google Pay, вы можете заработать деньги на Хорека, вы можете заработать деньги на Академию, и вы можете заработать деньги на Академию, с мобильным магазином, и мы автоматили это. И что касается интеллигенции? Я знаю, что вы работаете с интеллигенцией? Да. Какие планы у вас есть в этом направлении? Это будет для следующего года, где мы также будем улучшить нашу АИ, УИ и Абатар. В около 6-8 месяцев, мы будем улучшать. Мы будем улучшать улучшения, улучшения, улучшения и улучшения. Мы также будем использовать английский и английский язык, улучшения, улучшения, улучшения и улучшения. Да, поэтому мы видим, что в Вене, это терминал, это Меркурий. Это выглядит красиво. Солидный метал. Спасибо. Это немного быстрее. Да, это отвечает немного быстрее. Это нужно 7 секунд, чтобы понять и идти вперед. Но как я вижу, в году будет гораздо быстрее. Да, все будет улучшение в несколько месяцев. Мы работаем на это, но это будет много времени. Также, наши планы для следующего месяца, и для того, как Меркурио и Абатарменс Роботикс, мы будем улучшить бизнес-automation в более разных индустриях. Например, в Борэкро, мы планируем сделать автоматизацию в real estate. Абатармен, фортел, гост-манеджмент, апп-селинг. И эти поп-оп-шопы, которые я уже говорила, будут начать проекты. В этом поп-оп-шопе. Что касается финансирования. Я знаю, что вы работаете с Stocker, один из многих производителей в Европе для токонизации. Когда вы начали? Я слышал, что это придется в неделю. Мы уже начали на привычную токонизацию. Мы увеличили 80 кг до сейчас. Сейчас мы готовы начать публичную токонизацию, которая начнется в неделю, до сентября, где мы увеличили 350 кг. Какие цены? Какие деньги вы планируете купить? 350 кг. В Европе? Да, в Европе. И что с нового уровня? Что с минимумом уровня? Что с нового уровня? Что с нового уровня? Что с нового уровня? Чтобы уходить дальше? 200 кг. 200k, это минимум, да? И я, например, если я инвестирую в тебя, мы говорили об этом вчера, но может быть что-то изменилось. Представляете, что я инвестирую в вашу проект, что я получу и когда? Да. Итак, у нас есть два варианта. Вы можете иметь это долго. Это означает, что вы можете иметь 5 раз в 5 лет. В 5 лет? В 5 лет? В 5 лет, да? В 5 лет? В 5 лет, да? Да. Это один из вариантов. И другой из вариантов, что мы имеем. И вы можете иметь в 6 месяцев или 1 месяц 50% от вашего инвестируя. В 6 месяцев? В 6 месяцев от 1 месяца. А, 1 месяца. В 6 месяцев и 1 месяца. Если я инвестирую в 1,000 евро, то я получу 1,500 евро в 6 месяцев? Да, если вы получаете 5 лет. Ага. Если вы не получаете, то что я получу? Да, если вы получаете 5 лет. То есть, если вы получаете 5,000 евро, то есть, 2 месяцев. Подписывайтесь на 5 месяцев. Вы получаете 5 месяцев. Поздаю. И все документы, которые вы найдете на стокерах? Вы найдете? Ну, есть. Вы найдете либо еще один аналог на нашу инвеструя. Вы найдете о стокерах. То есть, вы найдете на стокерах. Или вы можете на стокерах. Окей, я понимаю. Спасибо, Андреас, за вашу время. Спасибо большое. Большие желания для вашего фан-дрэйзида. Спасибо, пока-пока. До свидания, Андреас. И давайте финализируем. Как вы увидели и услышали сами, проект интенсивно развивается и с уверенностью смотрит будущее. Ребята тестируют новые возможности, подключают новые технологии, ищут партнерства с другими стартапами в области IT. Пока алгоритм работает немного медленно, но в течение 6-12 месяцев команда добавит функцию искусственного интеллекта, и скорость и качество общения возрастет. Сейчас они привезли свой терминал в Вену, и он, вероятно, будет участвовать в выставках в Германии, Австрии, Швейцарии в ближайшие месяцы. Как любые инвестиции в стартапы, это высокорискованный, но в то же время и потенциально высокодоходный способ инвестирования. Учитывая, что капитализация компания минимальна, всего 2 млн евро, я считаю, что если компании удастся реализовать то, что они задумали, и найти клиентов только в Германии, Австрии, Швейцарии и Румынии, то этого будет достаточно, чтобы утроить капитализацию. Будьте аккуратны с рисками и всегда анализируйте любые проекты сами, и только после этого принимайте инвестиционные решения. Спасибо, что посмотрели этот ролик, подписывайтесь на канал и задавайте ваши вопросы в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok